Мы не собираемся добиваться никакого понимания того, о чем здесь говорится сегодня. Это не может быть познано. Это исходит из неизвестного. Это таинство бытия в форме. Это то, как пустота принимает форму. Это пустота в форме. Все, что здесь есть, – пустота. Но это выглядит как нечто. Я бы назвал это энергией. Это все энергия. Энергия беспредельна, совершенно свободна и безгранична. И не имеет абсолютно никакой цели или значения. Это просто то, что есть. Это то, что есть. И поскольку энергия свободна и тотально беспредельна, она также может быть ограниченной. И когда она внедряется в человеческое существо, она якобы приносит ощущение ограниченности. И когда ограниченность появляется в теле, только якобы, оно не существующее, оно создает ощущение самотождественности. Внезапно в маленьком ребенке возникает самоосознавание, осознавание себя, самосознание. И из этого появляется кажущаяся индивидуальность, якобы образовывается идентичность, центр. И покуда ребенок растет, этот центр становится мной. Я. Я личность. И пока ребенок растет, этот центр тождественности становится все более и более реальным. Я реален. Я реальная личность. И само это ощущение «я реален» привносит с собой всю остальную реальность, и все остальное также видится реальным. Я реален. Мир реален. Я реален. Ты реален. Ты там. Я здесь. Ты реален. Я реален. Мы сможем взаимодействовать. Возможно. Мы должны вступить в отношения. Я должен взаимодействовать с этим, потому что оно здесь, и с миром. Он там. Из этого опыта возникает дуализм, двойственность. Опыт двойственности. Два. Расщепление. Обособленность. В то время как обособленность становится все более и более наглядной и переживает со мной, вместе с этим появляется ощущение неудовлетворенности. Что-то упускается, чувствуется, что-то не осуществляется при проживании в двойственной реальности. Проясним. Я личность не входит в нечто, называемое двойственностью. Я, которое сжато, и есть двойственность. Это то, как оно ощущает. То, как оно знает себя и живет своей собственной двойственностью. Растет в двойственности и должно иметь дело с миром, который расщеплен, поляризован. Личность должна презентовать себя в мире, добиться успеха в жизни, если получится. Успех и поражение. Двойственность. Успех, поражение. Правильно, неправильно. Внутри, снаружи, вверху, внизу. И пока личность взрослеет, она изучает, как вести себя с миром расщепленным и дуальным. Это реальность, в которой она живет и переживает, и знает. Благодаря знанию через осознавание. Как только осознавание проявляется в младенце, оно растет и живет с этим осознаванием. И он выживает благодаря функции осознавания. Я знаю, что я есть. Я знаю, что сижу на стуле. Я знаю, что иду. Я знаю, что я ем. Я знаю небо. Я знаю мою реальность. Именно так я остается обособленным благодаря осознаванию. Однако для многих людей это чувство обособленности недостаточно. Оно ощущается неудовлетворяющим, и они начинают искать удовлетворенность. Так рождается поиск. Я хочу исполненности. Это не удовлетворяет. Но, конечно, это ощущение неудовлетворенности и эта потребность в осуществленности все еще в сфере двойственности. И вот теперь, поскольку личность испытывает двойственность, и она сама есть двойственность, живет в таком мире. Объективизирует все. Субъектно-объектный мир. Это все, что происходит со мной, если упрощенно. И затем, когда появляется наполненность, когда возникает представление об удовлетворенности, человек превращает эту удовлетворенность в объект. Я хочу нечто, называемое осуществлением, реализацией. И чтобы этого достичь в реальности, в которой я живу, нужно учиться удовлетворению. Я собираюсь учиться реализации. Я пойду к учителю, который научит меня, как реализоваться. Христианский учитель, буддийский учитель, учитель просветления, учитель самоисследования, неважно. Или учитель терапии, который будет учить меня, как быть индивидуумом, как быть счастливым. И всегда есть список. Если я захочу стать христианином, там большущий список. Вам следует делать это, и не следует делать то. В терапевтическом мире целый перечень. Простите вашу маму, или поверьте в момент, или используйте внимательность. Примите себя, свою неадекватность. Список. В мире учения просветления тоже целый список. Ты должен медитировать, ты должен заниматься самоисследованием, к примеру. Тебе нужно стать осознанным, тебе нужно быть более любящим, более открытым, чем-то таким или другим. Это всегда тебе меняющимся для того, чтобы стать достойным того, что, как ты думаешь, потеряно. На самом деле, все учения основаны на представлении, что что-то потеряно и может быть найдено. Поскольку все учения дают тебе направление навстречу куда-то. А поскольку личность живет в дуалистичном мире, ищет и стремится к чему-то, что за пределами этого переживания, все усилия в этой двойственной сфере потрясающе, божественно-щет. Все, что происходит, привносится другая форма двойственности, даже если она более комфортна на какое-то время. Она никогда не может обратиться к тому, чего невозможно найти. Единству. Никогда не может к нему направиться, поскольку это таинство. Единству нельзя научить. Недвойственности, хотя такой вещи нет, нельзя научить. Не может быть такой вещи, как недуальный учитель. Поскольку недвойственность это таинство, которому нельзя научить. Так что мы здесь делимся в словах о том, как Я принимает форму и ощущает себя, когда личность собирает всякого рода системы убеждений о себе и природе мира, вещах и мечтах двойственного мира, в котором, как он думает, он живет. Мы делимся этим вместе и, возможно, убеждения, окружающие природу личности, могут распутываться. Но самая высвобождающая часть, когда есть открытость, за пределами возможности самореализации. Нечто энергетическое может случиться. Ограниченная энергия, личность, может раствориться в беспредельной энергии. Но никто этого не делает. Просто когда происходит такая встреча, это якобы случается. Так что можете свободно делиться всем, задавать любые вопросы, и мы можем разговаривать об этом, а также будьте в курсе, что здесь кое-что еще происходит. Понимаете? Тони, вчера я чувствовал в своей физической сфере что-то пронизывает в задней части головы. И это ощущение больше открывает мое сердце, расширяет его. Открывает. У вас было такое же переживание в парке? У меня не было переживания в парке. Был Тони Парсонс, ощущающий ходьбу в парке, как обычно. Я есть, я иду через парк. И внезапно меня не стало. Не было переживающего. Просто было единство. Целая. Безусловная любовь. Но я не знаю, нет описания. И потом, а это было безвременность, я вышел с другой стороны этого. Такое, похоже, происходит со многими. У людей бывает проблеск. И я вышел с другой стороны, все еще Тони Парсонс. Я ясности. Где-то что-то уже сдвинулось. Но чувствовали ли вы что-то в теле? Я не знаю. Не помню. Но, без сомнения, когда разрушается иллюзия обособленности, тело расслабляется. Поскольку, конечно, находиться в двойственном мире очень беспокойно и напряженно. Много энергии, поддерживающей ощущение идентичности. Она высвобождается, расслабляется. С другой стороны, энергия, которая поддерживает иллюзию существования Я, попросту исчезает. И у тела появляется больше энергии. Да. Хорошо. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Другой вопрос. Я читал книгу Нейтана Джилла. Он похож на то, как вы пишете о ничто. А затем я прочитал в журнале, что он покончил с собой. Никто не совершает самоубийство. Из этого бы следовало, что есть кто-то, кто выбирал покончить с собой. Но никого нет. А вот как я был так удивлен, поскольку там была реализация ничто, а затем депрессия убила его. Я прочел об этом, я был удивлен. Может ли такое происходить? Да, как все что угодно. Да, все может случиться. Я думаю, вы прикладываете идею того, может или не может что-то случиться. Я не знаю. А, я тоже. Это то, чем мы здесь занимаемся. Совершаем самоубийство, даже не замечая этого. Позвольте. Я позволяю вам. Вы хотите микрофон? Нет, я хочу вас поцеловать. О, я позволяю вам. Спасибо. Энергетический проблем. Спасибо. 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 После последней встречи я ужинал с людьми и я чувствовал много энергии, и я ощущал, как свет исходил из меня. Да, это все о свете и темноте. Я чувствовал, я думал, слава Богу, я знал, что все это бессмысленно. Я знал это, иначе бы я подумал, что просветлен. Так что это было большим облегчением. Абсолютно чудо бессмысленности. Окей. А значит, таинство никогда не будет открыто, поскольку нет никого, кому оно будет открыто? Оно и не должно быть открыто. Это ведь таинство. Оно и так открывает себя. Все, что есть, это и есть таинство. Так что все, что есть, не может быть познанно. Проблема для ищущего в том, что он хочет все знать. Я знаю это. Я знаю, что я есть. Я знаю, что сижу на стуле. Я хочу знать мир. Чтобы знать мир, нужно осознавать мир. Так оно держит себя обособленным. Таинство в том, что есть только целое. Единство. И это тогда становится проявленным, когда никто не пытается узнать это. Это поиск держит таинство в отдалении. Всегда вот так поиск, а таинство вот так. Из-за поиска я чувствую так много занятости в теле с каждым вопросом. Это превращает меня в ищущего в моменте. Ты ищешь с вопросом. Такое утомительное дело. Гораздо приятнее, если ты отпускаешь. Да. Когда в первый раз возникло ощущение себя в моей памяти, это случилось очень давно, до всякого образования. Да, это случается в первый или во второй год. Очень рано. До изучения языка, ничего такого. Было просто смотрение на людей. Я смотрел в глаза людям и понимал, что они смотрят на меня. Внезапно появляется страх. Меня. Это очень пугало. И я помню, что потом я старался избавиться от него. Я просыпался и обнаруживал, что он все еще здесь. И я ничего не мог поделать. Он как приклеивался. Я не мог от него избавиться. Вы держали его. Два-три раза я пытался, когда я просыпался. Потом в один момент ты сдаешься, понимая, что ничего не может с этим поделать. Все это происходило совершенно естественно. На самом деле, просто ощущение движения в мире. В действительности, я застревает из-за осознанности. Я просто удивляюсь, если все это происходит путем появления ощущений, как это вообще можно остановить? Когда вы говорите естественно, я бы не сказал естественно, это просто происходит. Да, это просто произошло. Я имею в виду путем естественного действия. Можно и так сказать. Определенно, это просто происходит. Ты ничего не можешь поделать, чтобы не быть я, поскольку ты не ты. Иллюзия не может сама себя развеять. Всегда, когда есть иллюзия быть я, я не есть дуализм. Ты не можешь сбежать из дуализма, как бы сильно ни старался, поскольку ты пытаешься избежать двойственности при помощи двойственных функциональных средств, таких как учение или процесс. Все это лишь продолжает замыкать вас двойственность. Абсолютно, как только это появляется, нет никакого способа этого избежать. Нет никакого способа избежать, поскольку этого на самом деле нет. Это на самом деле иллюзия. Но иллюзия не может рассеять иллюзию. Как бы сильно ни старалась, с помощью любых используемых методов она не может развеять сама себя, поскольку это все в реальном двойственном мире. Однако, как кажется, когда это освещается с разных точек зрения, когда говорится о другой возможности, тогда, похоже, вся эта зажатость, заключенность, может развернуться или распутаться. Но нет никого, кто бы это сделал. Я настолько заключен в этом, что он не может сбежать от этого заключения, но, возможно, может представить или услышать о другой возможности. тогда убеждения, которые держит «я» запертым, могут распутаться. Но главное – это энергетический момент, когда так или иначе вся ограниченная энергия может вдруг развеяться. Но никто ничего не может с этим поделать. Точно, в первый раз хоть кто-то объясняет это так ясно, поскольку ты не можешь это услышать в любом случае. Нет. Ты вряд ли вообще можешь услышать это послание. Вокруг так много информации на тему, как стать реализованным, а это послание о том, что ты никогда не станешь реализованным. Значит, нам никак не избавиться от этого. Нет. Ты есть это. Так что тебе от этого не избавиться. Тони, вы упоминали, что в самом раннем возрасте появляется осознанность. Да, кажется, что так происходит. И из этого возникает зажатость, ограничение. Нет, энергетическое ограничение – изначально кажущееся событие. И из этого первоочередного ограничения возникает самоосознанность. Внезапное ощущение ограничения в теле, которое есть дуализм. Теперь в теле заключена энергия, и это я есть. Это начало иллюзии, что я – личность. Допустим, если бы этого не происходило с человеком в раннем возрасте, мы бы жили так же, как животные? Не имею в виду в плохом смысле. Совершенно нет. Нельзя сказать, что это происходит с каждым, хотя я пока не встречал никого, кто не был бы обособлен. Но уверен, что такие люди есть. Но это и есть жизнь животных. Но нет никого, кто был бы животным. Больше нет ничего, что было бы обособленным. Собаки, кошки, трава, деревья – все просто целостность. Поскольку нет осознанности, нет никого самоосознавания. Все это просто бытие, сущее. Вот это отбрасывание иллюзии ощущения себя кем-то. То, что остается, очень просто и обычно. Но в этом никого нет больше. Есть только то, что, как кажется, происходит. Значит, это ограничение привносит страх смерти. Если бы этого не было, не было бы и страха. Да, поскольку никого не было бы, кто бы боялся смерти. Страх смерти в истории. Я боится смерти, поскольку думает, что реален и что однажды умрет. Когда наступает настоящий момент смерти, приходит распознавание, понимание в этот момент, что никого не было, кто бы мог умереть. Но точно так же можно сказать об освобождении. В живущем теле внезапно может случиться распознавание, что никогда не было никого, никакого «я». и само ощущение «я есть» – иллюзия. Вообще-то, это все о смерти, на самом деле. Это послание о смерти. О потере чего-то. И вот и все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тони, я вдруг вспомнил, что когда я был маленьким, я очень боялся спать. Стены в моей спальне исчезали, и все виды существ и демонов входили и выходили... Я даже забыл об этом, пока не заговорили о детстве. И позже, работая с людьми как психотерапевт, я мог видеть, как демоны входили в тело. И это было мучительно видеть. Иногда я мог вывести их. Да, вы верите, что могли это? Да. Это все история, рассказ. Вы говорите о личном опыте. Да. Но что это было? Это происходило личное переживание, без всякого значения. Да. Я думал, что это духовность. Я думал, что это духовность. Нет. Ничего духовного. Только недавно я понял, что в этом нет ничего такого. Вхождение в другое измерение – это просто другая форма. Да. Очень драматично. Но бессмысленно. Бессмысленная драма. Да, но особенная драма. Тони, переживание – ничто, это цель? Все, что есть – это ничто. Чтобы увидеть целостность… Нет, вы не видите целостность и не переживаете ничто. Это лишь я переживает сидение на стуле или что угодно еще. И через это переживание сидение на стуле остается обосвобленным от того, что есть. Когда вся эта иллюзия рушится, остается ничто или пустота. В ней нет никого. Нет больше никого, кто бы что-то знал. Есть только неизвестное. Только жизненность, происходящая ни с кем. Тогда есть знание? Нет, это конец знания. В истории я или личность знает или переживает то, что происходит. Когда рушится эта иллюзия, знание того, что что-то происходит, есть только незнание. Нет ничего знающего незнания. Есть просто незнание. Это очень просто. И совершенно предельно очевидно. Только не для я. Я этого не понимает. Я хочет знать. Так что, когда оно слышит эту информацию, оно не хочет ее слушать. Отвергает. Не может даже представить, как то, что хочет знать, может знать непознаваемо. Так что оно обесценивает это, откладывает в сторону, поскольку не может осмыслить. И не нужно никакого принятия. Нет, с принятием покончено. Это же просто учение. Быть приятием, быть любящим, быть открытым, быть честным, быть мужественным, быть смиренным. Это вздор. Это религия. Говорить кому-то, как себя вести, чтобы стать реализованным. Это все детали сна. Спасибо. Тони, осознаете ли вы, что… Я не осознаю. Нет, нет никого. Есть только то, что есть. Я не закончил свой вопрос. И известно ли вам, что в Голландии есть веб-сайт, где множество разных учений и учителей, и Тони Парсенс – это одно из имен на этом сайте. Оно получило пять звезд. Что вы думаете об этом? Да я ничего об этом не думаю. Это просто то, что есть. Не считая того, что все это так звучит, что открытый секрет среди множества учений, но нет никакого отношения между учениями и этим посланием. Так что не знаю, почему я там. Это все. Это не учение. То, что случилось в парке, вы не можете назвать это опытом. Да, это не было опытом. Я там был, а потом меня не было. Это просто пустота и наполненность. Пустая наполненность. Таинство. А потом я вышел с другой стороны того, удивляясь тому, что произошло. Это отличалось, ведь что-то было замечено. Никого не было в этом происшествии. Никого не было, кто знал бы об этом. Знания не было. Просто пустая наполненность. А потом Тони Парсенс вышел с другой стороны и старался узнать или найти это. Это проблеск. Случаются проблески. Я уверен, у многих в этой комнате были проблески, ну, а может и нет. Люди их не имели, но сами проблески были. Но ведь было до и после. Только в сюжете, в описании истории. Всегда, когда есть я, Парсенс, или я, всегда есть кажущаяся история. Сюжет. Я гулял по парку, затем ничто, пустая наполненность, и я вышел с другой стороны, и сюжет продолжился. Но история нереальна. Это всегда внезапно? Не внезапно, это безвременно. Есть время, прогулка, затем… И затем… Я снова иду. А разрушение внезапно? Вроде вы уже спрашивали. Оно безвременно. Но если хотите, да, внезапно. Это абсолютно вне меры Искателя. И ищущий не имеет никакого понятия об этом. Может быть, я улетучивается? Совсем нет. Когда все это рушится и больше не возвращается, конец представления о том, что я личность и история реальны. Это реально. Еще один вопрос. Вы рассказывали про прогулку в парке, и, похоже, вы выжили там. Вы сказали в конце, что Тони Парсон все еще был там. В дальнейшем что-то случилось, что покончил с ним? Если да, то что? Можно сказать, что был проблеск, и никого не было. Только сущее. А потом снова я как бы вернулась. Энергия может вести себя как угодно. Мелькание между бытием и я, бытие я, бытие я, и затем бытие. А я – иллюзия того, что оно реально. С этих пор больше не возвращается. Значит, я, в конце концов, полностью ушел? Через какое-то время? Якобы, через какое-то время. Это то, что якобы случилось. Нет никаких правил. Это может быть моментально. Я знаю людей, которые только что были, и вот их нет. Все кончено. Довольно редко, но бывает. Вы говорили об этом мелькании. Бытие я, бытие я. Я думаю об этом, и мне кажется, что когда бытие останавливается, а затем снова появляется я, оно должно гордиться, может стать надменным. Ведь оно было просветленным. О, не знаю. Возможно. Не знаю. Не забудьте, что и то, и другое одно и то же. Я и бытие одно и то же. Бытие – это я. Я – это бытие. Нет разницы. Но там какой-то сдвиг. Возможно, когда я возвращается, может и гордиться собой. Что угодно может происходить. Я невероятно высокомерный. Тони Парсонс был самым важным человеком в мире какое-то время. Я очень самоцентрированно. Хоть оно и ничего не делает, но когда оно думает, что делает, воображает, что делает, питает собственное восхваление, прославление. Но есть риск, как вы сказали, опыт пробуждения, который был у вас в парке, усиливает я, эго. Конечно. И всегда так. Что с тобой? Это не важно? Все, о чем бы вы ни подумали, это было бы я, считающее, что у всего есть цель. Например, направление к реализации – это все ерунда. Неважно. Гордиться собой или не гордиться совершенно не имеет значения. Конечно, но это не тот момент, которым я гордиться. Гордость – это препятствие. Это то, что есть, то, что происходит. Нет ничего правильного или неправильного, есть только то, что происходит. Есть ли какие-то затыки? Нет. Вы сейчас говорите в дуалистичной форме. Возможно, переживание гордости для «я» может быть неправильным, если «я» воспитывалось в том, что гордость – это неправильно. Это исходит из иллюзий. Нет ничего правильного или неправильного. Есть только то, что есть. В маленьком мире «я» присутствует полярность – правильно, неправильно, быть лучше или хуже, честность и смелость – весь этот вздор. Это просто история. Это крайности. Как только двойственность возникает, появляются полярности – лучше, хуже, внутри, снаружи. То, что мы сейчас видим в мире – это битва противоположностей. Сегодня в мире такое большое вложение в «я», и оно в настоящий момент колоссально. Привносятся все более категоричные полярности, наблюдая за тем, что сейчас в мире крайности доходят до экстримов. И, конечно, неминуемо они должны вести к самоуничтожению, поскольку, в конце концов, я жаждет своего собственного отсутствия. Вы не подвержены крайностям? Нет. Я ничему не подвержен. Меня нет. Ничего не осталось. Все, что мы здесь делаем – просто описываем таинство. Это не исходит ни из какого знания. Это не вытекает ни из какого имеющегося знания. Это происходит из пустоты. Пустота описывает себя, принимая форму. Вот что здесь происходит. Она принимает форму деревьев, личности, двойственности и обособленности. Мы просто описываем это. Не предполагается, что что-то правильно или неправильно. Вот это все освещение из ничего. То, как пустота или ничто принимает форму. Да, я понимаю это, но здесь не предполагается, что можно хоть что-то сделать по этому поводу. Это не учение. Оно не пытается никого учить. Оно лишь освещает нечто. Оно освещает… Смотри, это вот то, как есть. Возможно, довольно радикально для я, который верит, что все идет определенным образом. Оно и правда радикально, поскольку оно полностью вскрывает идеи обо мне, о жизни, имеющей цель и смысл. Но оно не говорит, что неправильно то, что существует тот, кто верит в себя как реальная личность, имеющая цели и значения. Ничего плохого в этом нет. Просто говорится, что это форма, которую принимает я. Пустота, принимающая форму я. Это все, что есть. Вы говорите, энергия дикая. Дикая? О, да, приятель. Безумная и очень-очень шаловливая. Значит ли это, что все законы природы и типа гравитации, все, что структурируют внутри истории, это просто другая форма. В этом нет никакого значения, нет ничего значительного. Законы физики – это просто энергия или пустота в определенной форме. Проблема для меня, что я думаю, что все имеет значение и важность. Но у этого есть структура. Оно дает структуру тому, что происходит. Законы природы дают приказ или структуру тому, что происходит. Только так кажется. Продолжение следует... Существует ли реальность, или это концепция? Есть множество различных реальностей, можно сказать. Одна из них — обособленная реальность. Обособленная реальность — это переживание двойственности. Когда это рушится, то остается реальность пустой наполненности, но в ней, конечно, никого нет. Это просто та окаженность. Проявленность — пустой наполненности. Простыми словами, не так, что есть две реальности. А в чем взаимоотношение между этой реальностью и физическим миром? Физический мир и есть эта реальность. Это и есть пустая наполненность. Есть только пустая наполненность. Ничего кроме этого. Мы различаем осознанность и физический мир. Да, вы это делаете. Я различаю. Поскольку осознанность — это современное слово вместо Бога. «Я» в самоисследовании есть нечто называемое бесконечным осознаванием. Это замена идеи существования Бога. Поскольку по существу «Я» — «Я есть», а самоисследование очень сильно вовлечено в «Я есть». Я знаю, что я осознаю, фокусирую свою осознанность и тому подобное. «Я» руководствуется представлением о бесконечном осознавании, которое есть бесконечность. Это другой способ иметь Бога, которому ты можешь двигаться благодаря высшему знанию. Такая милая игра. Это всего лишь самопрославление. «Я знаю все, что есть». И обычно это все очень запутанно. Весь этот процесс обучения, учения очень-очень сложный. Он имеет отношение к личности, выбирающей усилия, чтобы обнаружить все знания. И даже если она обнаруживает все знания, то есть нечто, что она не знает. То, что знает. Она не знает природу знающего. Иисус сказал, что наиболее трудно для богача войти в Царство Небесное. Но все эти учения о том, чтобы стать богаче в знаниях. Вы сейчас описали это в словах. Как бы вы описали это в ощущениях? О, Боже. Да невозможно. На самом деле нельзя описать чувства, поскольку это нечто, что нельзя познать. Я, личность, знает чувства. Когда больше нет личности, чувства, как кажется, возникают, но нет никого, кто знал бы о них. Есть ли какое-то энергетическое ощущение? Нет. Нет. Если бы было, вы бы подумали, что это нечто вы можете почувствовать или постараться почувствовать. Нет, это за пределами знаний. Это непознаваемо. Так что это нельзя описать через чувства или что-то еще. Но у вас же есть такое ощущение? Нет. Ощущение появляется в непознаваемом, но оно возникает не для кого. Ощущение радости или что угодно может появиться, но это радость ничья. Нет никакого обладания. Это абсолютная бедность. Освобождение – это абсолютная нищета и абсолютное богатство. Иногда вы говорите это постоянно. Это постоянно, но это не означает, что это подвижное постоянство. Это все, что есть. Легче описать словами, чем… Да, хотя слова и не могут описать это. Это все, что есть. Вот это. Это. Уже это. Оно кричит на вас. Семь. Оно. Ага. Когда вы говорите, что поиск держит в страхе, что вы имеете в виду? Поиск – это обособленность. Как только есть зажатость, есть энергия поиска того, что уже есть. Но разыскивая, он превращается в поиск того, что будет. Я ищу реализацию. Она наступит, когда я найду ее. Я ищу ее, она отдаляется, поскольку она уже есть, а вы ищете только то, что будет. Таким образом, благодаря поиску того, что будет, вы оставляете его в виде объекта, постоянно от вас отдаляющегося. Но ведь от этого не становится хуже. Все хуже для меня, поскольку я живет в иллюзии обособленности. Это также для того, кто не в поиске? Все равно. Именно поэтому это удивительно безнадежно. Поиск. Все равно. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, это был очень удивительный день Было на самом деле тихо И все чувствовалось как будто пустым А для кого это так ощущалось, что все было пусто? Кто это чувствовал? Да, возможно, я был там И все было так завораживающе Я пошел в магазин с Элизабет Обычно мне это не нравилось, а тут я вообще не возражал Поскольку все было восхитительно Так что она могла купить все что угодно? Точно, было не важно По мне так это выглядит как переживание Молодец Молодец Сыролханье. Тони. Вы сказали, это выглядит как переживание То, о чем говорил этот джентльмен Да, переживание, которое произошло со мной Я живет в переживании Я есть переживающий, по-видимому Но проблема в том, что когда я слушаю вас С одной стороны, мне это очень нравится А с другой стороны, я думаю, чаще всего, это не о моей жизни Возможно, это о чем-то, что я хочу, но не... Нет, у вас нет вашей жизни У вас нет жизни Ну да, это вы и говорите Тогда я думаю, это правда, но это не мой опыт Ой, не будет ваш опыт в том, что у вас есть ваша жизнь Но здесь предполагается, что у вас ее нет Да, я понимаю И вам это не нравится Мне нравится, очень нравится Но большую часть времени это не так уж реально То, что у меня нет моей жизни А это не будет реально Когда я рушится, тогда то, что реально, рушится вместе с ним И то, что остается реально и нереально Поскольку это пустая наполненность Это мистерия Когда вы исчезнете, мир внезапно станет реальным и нереальным Но не для вас Это просто то, как это есть естественно Ничто не видит только лишь реальный мир Это нереально Пустая наполненность Это ничто в виде стены Мне нравится ваша улыбка Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Но относятся ли они к тому, что происходит? Вероятно, что да, в большинстве случаев Мысли — это запись того, что, как кажется, происходит Или того, что мне хотелось бы, чтобы произошло Мне бы хотелось бы выиграть в лотерею Или мне хотелось бы, чтобы она снова меня полюбила Например, пришла мысль Я сейчас задам вам вопрос И потом я говорю, Тони, и затем Это всего лишь подтверждение энергии Я собираюсь задать вопрос Это уже энергетически здесь И мысль просто подтверждает это Прежде чем вы решили подняться Вы думаете, что это вы решили подняться и пройтись Но на самом деле это происходит здесь, в мозге А потом мысль, я собираюсь подняться Таким образом, я овладеваю идеей о том, чтобы подняться Вы однажды сказали, что вы не можете улучшить вашу жизнь Как я мог такое сказать? Я не знаю, ведь что касается меня У вас нет жизни Это пришло после, возможно А насчет того, что улучшить жизнь Это правда или нет? Как же вы можете улучшить что-то, чего у вас нет? Нет Вы не имеете жизни, и никого там нет Это иллюзия, что у вас есть жизнь И еще больше иллюзия, что у вас есть выбор ее улучшить Нет свободы воли и выбора Так что есть у вас ум или нет Есть эго или нет Не важно для того, что происходит Ничего вообще не важно Ничего не важно Поскольку ничего не происходит Приветствую, Тони Можете сказать немного больше о мелькании между я и бытием? Не больше, чем я уже сказал Одно из них «я» — это энергия Которая зажата Она создает иллюзию наличия «я» И это и есть бытие Энергия, принимающая форму зажатости Возникает пустота, которая есть все И в этой пустоте возникает ощущение индивидуальности Кажется, что это обособленный опыт переживания этого всего Так что двойственность появляется как эта зажатая энергия Которую можно назвать «я» «Я» — «Ясность» Бытие — это то, где это происходит Можно сказать, что есть период, когда есть «я» А затем «бытие», которое все, что есть Я не знаю, это переживание или нет Но случается так, что есть «я» и «бытие» все время Одновременно Возможно Так много парадоксов крутится сейчас в моей голове Например, с одной стороны у меня есть переживание времени А с другой стороны я анализирую Рассматриваю, что времени нет Нет пространства Я уже вижу это Похоже, что здесь как раз идет горцевание между «я» и «бытием» Точно, я услышал вас месяц назад Кажется, видео на Ютубе И я тут же понял, что жизнь будет продолжаться Что бы ни происходило с вами Происходит со мной или с кем-то еще Я ничего не могу с этим поделать Но со мной-то ничего не происходит Да, спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я не очень хорошо говорю по-английски Постараюсь задать вопрос Вы говорите о пустоте, принимающей форму Другими словами Решает ли пустота Энергия Где родиться, где быть Нет Нет ничего, что решало бы Есть просто энергия, принимающая эту форму Энергия в этой форме Это тело родилось, и это просто энергия Именно в этой форме Нет ничего, направляющего энергию Каким-то образом Это неистово У этого нет направления или значения Но как тогда ваши родители, ваша семья, родина, где вы родились Это просто энергия, которая приняла такую форму Ничто не способствует тому, чтобы это случилось Это просто выглядит, что так происходит В этом нет никакого смысла или направления Это не по-настоящему Та форма, которую я сейчас имею Это форма, которая здесь Вы не имеете форму Есть просто форма Все время, пока есть ощущение «я», личности, здесь, в теле Оно думает, что это его форма Я живу в этом теле Я, личность, живет в этом теле Мы здесь как раз указываем на то, что это иллюзия Что оно делает здесь? Оно ничего не делает Оно просто есть Все, что есть, то, что есть И нет И оно ничего не делает Ниоткуда не пришло и никуда не идет Это то, что есть Это мистерия Нельзя представить Почему я... Всегда, когда есть почему Вы хотите причину или смысл Даваемый почему Нет никакого зачем Это ошеломительно Это таинство Невозможно постичь Последнее, что я или личность хочет узнать Что нет смысла его существования Нет никакого смысла его существования Поскольку его существование иллюзорно Но как насчет ваших детей Это все иллюзия Дети это энергия в форме этих детей Это просто игра Нет, это не игра Это просто есть Что уверено в этом Я здесь сейчас в этой форме Вас здесь нет Возможно, вы уверены в том, что чувствуете, что вы здесь есть И это иллюзия Я уверен, что я есть Здесь как раз указывается и предполагается, что это иллюзия Уверенность, что я есть Нет никакого я есть Есть то, что есть И чего нет Пару лет назад у меня было своего рода откровение Я задавался вопросом Куда я смотрю? Затем я видел, что был только свет Было только то, что есть И там было что-то, выглядело как ящик И в этом ящике находились диски DVD Тысячи или миллионы штук Я не знаю И сквозь этот свет Все эти фильмы начинали проигрываться Было очень захватывающе Звучит Как будто было очень весело Да, очень весело И в следующий момент меня больше не было Я был как будто в фильме на картине Но я не мог там быть Вы как будто фильм снимали О нет, это то, что я видел Это то, что происходило Да, это то, что происходило Якоб Да, как кажется Поскольку этого вообще не происходило Иногда мы слышим от людей Принимающих наркотики Что у них такое же самое переживание Ну или просто то же, что было у вас в парке Как это работает? Да никак Это то, как происходит У людей бывают проблески У многих проблески случаются Иногда для этого принимают наркотики О нет, это контрабанда Это персональное переживание Наркотики — это личный опыт И как бы он не был возвышен Это не то же самое, что и проблеск Проблеск — это когда никого нет Лишь пустая наполненность А при приеме наркотиков — это повышенное личное переживание Между ними нет связи То, что видно при проблеске, очень обыкновенно Но совершенно отлично от того, что было прежде Потому что прежде то, что происходило Виделось глазами обособленности Сквозь завесу отделенности Внезапно эта завеса рушится Остается только то, что есть Это не имеет ничего общего с опытом приема наркотиков Но они описывают все то же самое Мне просто удивительно, что там происходит Я не встречал никого, кто бы принимал наркотики И описывал то, что есть А с другой стороны, то, что есть, не может быть описано Я не могу Никто не может сказать вам то, что есть Никто не может описать то, что есть Мне просто любопытно, как это работает энергетически Когда яд падает, если ты принимаешь наркотики или что угодно Это же то же самое, в общем-то Я не думаю, что это то же самое Освобождение не экстраординарно На самом деле обособленность экстраординарна Освобождение абсолютно обычное И изумительное Субтитры добавил DimaTorzok Чай готов Это исчезновение ощущения «я» может случиться с кем угодно? Оно не случается, поскольку «я» не существует, чтобы исчезнуть Все время, пока, как кажется, есть «я» в зажатой двойственности Кажется, что что-то там есть И затем возникает представление, что оно должно уйти Что-то должно произойти Я живет в происходящем Все время живет в движении, как кажется Живет в неком происходящем сюжете И ожидается, что исчезновение «я» однажды произойдет Ждет, чтобы это произошло И оно никогда не произойдет Поскольку нет никакого «я», чтобы исчезнуть Мы говорим здесь о парадоксе, о мистерии Освобождение — это конец чего-то, чего никогда не было Можно ли представить кого-то, кто пять минут назад убил сотни людей, например? И в следующий момент он бы мог иметь этот опыт Никто никого не убивал Никто никогда никого не убивал Поскольку никого нет Мы ведь думаем, если мы вовлечены Но мы не вовлечены Это грандиозная иллюзия Но большинство людей считает, что это нормально У нас нет выбора ни сидеть здесь и ни слышать это? Нет Неврологи установили около 20 лет назад, что представление о существовании личности со свободной волей и выбором совершенно иллюзорно И один из этих ученых написал книгу об этом Он говорит о том, что мы как бы учреждаем мир и судим людей, совершивших убийство, отправляем их в тюрьму Это абсолютно основано на иллюзии Смит, кажется, никого или нет свободной воли Сэм Харрис Сэм Харрис Сэм Харрис Маленький вопрос Маленький? Да, могли бы слишком длинно Вы не можете сказать, что я исчезает Но, возможно, вы могли бы сказать, что оно прекращается Можно и так сказать, но на самом деле его никогда и не было Что на самом деле исчезает представление, что я реальный Есть всего лишь единственная иллюзия Я есть Я реален Мир реален Иллюзия, в которой я живет, в том, что я реален и мир реален Вот эта иллюзия внезапно прекращается Вы упоминали раньше, что энергия, представленная здесь, может быть освобождена Нет, нет Это просто энергия И в этой энергии, якобы, может проявиться иллюзия зажатости Которая, как кажется, исчезает Нет такой штуки, называемой освобождение Нет ничего такого, как освобождение Поскольку точно так же нет и ничего такого, как произделение Может ли эта энергия быть освобождена Та энергия, что присутствует Нет, поскольку не найти ничего такого, что можно было бы освободить. Это та энергия, что здесь присутствует? Вам не удастся понять, что всё, что есть, — энергия. Есть просто энергия. Или пустая наполненность. Это пустая наполненность. Куда бы вы ни направились, есть только пустая наполненность. Куда бы вы ни двинулись, есть только то, что есть. И чего нет? Везде только бытие. Это все слова. Нет разделения на энергию и на неэнергию. Есть просто энергия. Нет намерения освободить. Невозможно, поскольку нечего освобождать. Спасибо. Поехали. Все заспали. Можемшее. Субтитры сделал DimaTorzok Как насчет эмоций? Чувств? Чувствуете ли вы? Я не чувствую ничего. Все закончено, никого нет. Но эмоции и чувства приходят. Нет, не ко мне. Давайте сначала. Здесь никого нет. Меня здесь нет. Иллюзия, что я здесь есть, испарилась. Больше ее нет. Все, что, как кажется, осталось, то, что якобы происходит. Небо, комната, немые люди и наблюдаемые проявляемые эмоции, которые, однако, происходят ни с кем. Они — это просто то, что происходит. Здесь или где угодно. Нет, это невозможно понять. Не пытайтесь. Тони, когда я задаю вопрос, Что я переживаю? Кто переживает спрашивание? Я. Личность. Самость. Я есть. Я реален, и я задаю вопрос. Кто задает вопрос? Я. Я переживающий. Я переживающий. Цель опыта, переживания, существования, Пустоты, наполненности. Опыт, переживания — это то, что якобы происходит. Переживание существования — такое многозначительное слово. Но вы можете переживать сидение на стуле. Проще говоря, я переживаю сидение на стуле. Это обособленность. Проще говоря, «Последствия», «Последовательства». Помогите них. Проще говоря, будем думать. Последнособность. Вопрос. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это то же самое, что и так называемое освобождение. Когда я больше нет, распознается, что его никогда и не было. Это была полная иллюзия. Это также происходит в живущем, видимом, живущем теле или в момент смерти. Момент смерти — это конец иллюзии, что есть разделение, что есть «я». Но можно было бы предположить, что есть хоть какое-то ощущение тела, живого тела, из которого исчезает энергия. Пока есть «я», я чертовски боится смерти. Чувство, что я очень боюсь умереть. А когда «я» больше нет, ничего нет, что боялась бы умереть, поскольку ничто и не сможет умереть. Вопрос не в том, что боятся, а как насчет энергии в вашем теле. Когда вы умираете, она снова разрушается? Да, это то, что происходит. Энергия в теле, которая умирает, это то, что происходит. Просто как солнце светит, или звук тормозов, то, что есть. В этом никого нет. Просто происходит. Якобы. Это пустая наполненность. Это невозможно понять. Нельзя представить. Нет способа это вообразить за пределами воображения для меня. Есть некое представление, что для освобожденного тела после смерти нет продолжения. Для тела, которое не освобождено, есть своего рода перерождение. Это все часть инвестиций, которые я вкладываю в свое продолжение. Есть определенные инвестиции в знания и продолжения. Создается представление, что после смерти вы будете продолжаться. После воскрешения, или энергия будет продолжаться на другом плане. Это все паника насчет своего собственного отсутствия. Я изобретает любые способы для своего продолжения. Спасибо. Игорь Негода. Есть представление о продолжении жизни после смерти, идея о реинкарнации. Одна из идей, что сущность, живущая в теле, воплощается в другом теле. Но Оша говорил, что не просто энергия или одна сущность перевоплощается в другом теле. Это соединение разных энергий, которые приходят в определенное тело. Нельзя сказать, что вы были Клеопатрой или Цезарем. Это своего рода сочетание разных энергий, которые соединяются определенным образом. И мой муж верит в это. Он не верит в прямую реинкарнацию от человека в человек. Все это основано на иллюзии, что время реально, что есть начало, середина и конец. А затем продолжение этого кажущегося путешествия или сюжета. Нет никакого сюжета. Нет продолжения. Нет времени. И ничего не происходит. Так какая может быть реинкарнация, кроме как в истории, воображаемой истории личности? Что касается меня, понятие о реинкарнации, простое или усложненное, это то, во что я хочет верить. И оно основано на иллюзии, что я реален и время реальное. Поскольку если вы собираетесь перевоплощаться, это реально. Должен быть кто-то, кто жив сейчас. А позже любым способом будет продолжаться в другой форме. Но нет никакого потом или продолжения. Нет времени. Все это основано на иллюзии, основано на принятии желаемого за действительное. Есть еще история в тибетском буддизме. Один очень почитаемый буддийский монах шел однажды по полю. И внезапно он попытался изнасиловать девушку, проходящую мимо. Она побежала домой, плача и крича о помощи. Люди были удивлены, почему он пытался совершить насилие над ней. Они пришли к нему и спросили его об этом. Он ответил. В этот момент некая душа искала реинкарнации, он попытался помочь ей. Когда родители услышали об этом, они сказали, о, пожалуйста, тогда отымите ее. А он ответил. Время ушло. Там на поле козел покрывал козочку, и душа реинкарнировала через них. Похоже, очень достойное объяснение. Я бы не возражал попробовать. Удачный подход. Это один из способов того, как душа входит в тело. Душа желает воплотиться, и без разницы, ищет тело, какое доступно. И тогда... Да, забавная история. Все это детали сюжета. Тони? Тони? Тони, когда вы говорите, например, стена реальна и нереальна, в этой реальной части есть ли какая-то история? Реальная часть якобы видима. Стена – это пустая наполненность. Наполненность – это проявленное. Это объяснение, но понять невозможно. Реальная часть – это то, что вы видите якобы как стену. Нереальная часть – это ничто или пустота. Это пустота. Это пустота. Вот это пустота. И вот это. Что бы вы ни чувствовали, что бы здесь ни происходило – это пустота формы. Все время то, что вы ищете – это постоянно то, что есть. Вы сидите на том, к чему вы стремитесь. Вы дышите тем, чего вы так жажете. Вы слышите то, почему тоскуете. Поскольку возлюбленный – это пустота, которая напевает вам постоянно. Есть ли какая-то история в том, что происходит? Нет, есть только лишь видимость истории, поскольку все реально и нереально. Есть только проявленность. Нет ничего, что было бы реальным, поскольку все есть пустота. Вы говорите, вы видите то, к чему стремитесь. То, к чему вы стремитесь – это постоянно то, что есть. То, что вы жаждете – это постоянно то, что есть. То, о чем вы тоскуете – это постоянно то, что есть. Это чертовски удивительно. Это невероятно. Как вы можете это упустить? Вы упускаетесь, стараясь это узнать. Ваш любовник прямо здесь. Постоянно. И вы отвергаете возлюбленного, пытаясь его понять и овладеть им. Потрясающе. Мы бы убили его, если бы узнали. Вы не можете его убить. Вы не можете убить все. У меня постоянно возникает сравнение с пещерой Платона. Люди сидят в пещере. Это так... Это очень много... Да. Спасибо. 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 В начале вы говорили о ничто. И вдруг такое слово «возлюбленный». Они же разные. Ведь «возлюбленный» — это более надежно, чем «ничто». Но это то же самое. «Возлюбленный» — это слова. «Возлюбленный» — это ничто. Это пустота и наполненность. Это все, что есть. Возлюбленный. Но многим это не нравится, поскольку это звучит как нечто духовное. А мне просто нравится слово «возлюбленный». Поскольку вы отбираете всякую надежность, Бога убеждения, веру в Бога, в реинкарнацию, вы все забираете. Так я это вижу. Вы говорили «ничто», и вдруг «возлюбленный». Как будто все снова возвращается. Что-то круче, чем это. А мне нравится слово «возлюбленный». И мне тоже. Любовь является загадкой, безусловная любовь, которую нельзя представить. Возлюбленный — это безусловная любовь. Это то, что есть. Но это не что-то теплое и уютное. Возлюбленный. Продолжение следует... 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 Можно сказать, они взвинчивают личность, личность возбуждается эмоциями, мыслями или боится их, все это уходит. Не обязательно полностью, это замедляется до естественного отклика, в отличие от состояния сильной возбужденности невротической реакции. Сложность в том, что я считаю очень значительными чувства реакции, гнева и что угодно, просто больше нет этой драмы вовлечения, так что реакция, рождающаяся из гнева, это просто то, что есть, не имеет никакого значения. Тони, что вы скажете об обусловленности? У мозга есть своя собственная обусловленность. Давайте представим, в теле есть я, личность, она растет, и обусловленность исходит из вовлечения в мир. Мозг, организм принимает эту обусловленность и вследствие этого возникает реакция в мозге. И независимо от того, есть там я или нет, эта реакция все еще может всплывать. Когда я больше нет, которая увеличивала бы силу обусловленности, тогда обусловленность тоже исчезает. Не обязательно полностью, попросту больше не имеет такого значения, слабеет. Ведет ли это к уменьшению обусловленности? Нет, вы снова возвращаетесь к выбору. У меня есть другой вопрос. Я в недоумении. Некто, кто сидит перед аудиторией с микрофоном, в то время как мы только передаем микрофон друг другу, кто продает свои книги, кто проводит встречи и при говорить, что он никакой не учитель, все это ставит меня в тупик. Еще бы. Так как вы проецируете представление, поскольку вы личность, и тот, кто сидит здесь с микрофоном, написавший книги и теперь говорящий о чем-то, тоже личность. Вы проецируете понятие, что здесь есть личность, субъект, выбравший написать книгу и таки написавший ее. А теперь сидит здесь. На самом деле сделал выбор говорить о чем-то на этой встрече. Все это чистый мираж. Никто не написал книгу и никто не сидит здесь. И никто не говорит. Это просто тело? Да, тело есть. И разговор, как кажется, происходит. И тем не менее в этом ничего, по-видимому, не происходит. Именно поэтому это совершенно безо всякого плана, намерения. нет цели учить, поскольку распознается, что в любом случае никого здесь нет. Кого же тогда учить и нечему? Поскольку ничего не происходит. Это забавно, ведь большинство здесь присутствующих думает, что они-то здесь есть. Мы-то думаем, что мы здесь, а вас нет. Совершенно точно. Они под воздействием обмана чувств, что они выбрали прийти сюда. А также под воздействием иллюзии, что пока они здесь, они могут хоть что-то получить. Это бы и произошло, если бы здесь был учитель. Тогда было бы передано учение. И это было бы очень, очень полезно. И ощущалось бы здорово. Примерно в течение трех недель. Но здесь никого нет. И даже там никого нет. Иногда я смотрю и вижу никого. О, вы снова об этом. Такая прелесть. Я заплатил за ничто. Метафизики говорят, пустота вокруг атомов такая огромная, что поразительно, как нам вообще удается их увидеть. Да, ученые движутся в том же направлении, о чем здесь говорится. Да, вы говорите именно об этом. Очень здорово. И становится очевидно, что в последнее время все больше людей пробуждается ото сна. Больше людей пробуждается? Откуда вам это известно? Потому что я слушал разных авторов, много книг об этом, о недвойственности. И даже встречал некоторых здесь, в Голландии. Это прекрасно. Здорово. Есть сдвиг в психологии людей в сторону анархии. Это происходит в людях, а также в политической сфере. Да, что-то происходит. Всегда что-то происходит. Очевидно. Самое Ella. Но что-то случится. Да. С одной стороны. Откранное. Ты неанир particular. Но когда иначе такeté dessus, Меня все-таки смущает понятие ничто не происходит. О, еще бы! Вы только и можете быть в смущении. Загадка не может быть разгадана. Это пустая наполненность, это тайна, вы всегда останетесь в недоумении, понять невозможно. Смысл не в том, что что-то всегда происходит во времени, да? Да, ничего не происходит. Так что это неверная перспектива. Это слово анархия. Вы говорите, ничего не меняется, но анархия, хаос... В чистейшей форме анархии не признаются никакие авторитеты. Своего рода анархия, существующая сейчас в мире, все-таки искусственная, поскольку не признаются установленные авторитеты, но в конце концов они заменяются другими. Но каким-то образом это имеет отношение к тому, о чем мы здесь говорим. Все это совершенно разрушает ощущение организованности, существующие религии, установленные понятия о том, кто мы есть, что есть все это, существующие учения. Все выбрасывается прочь. Энергия не исходит из авторитета какого бы то ни было вида. Нет авторитетов, нет Бога, нет ничего подобного там вверху. Все есть то, что есть. Поскольку любая существующая политика, религия, любые установленные учения всегда возникает только лишь вдвойственность. Это поляризация. это о том, что лучше или хуже. И это, конечно, никогда не срабатывает. А как насчет голосования? На следующей неделе мы все пойдем голосовать за парламент. Это просто происходит. Да, но ведь каждый собирается сделать выбор, а это неважно в любом случае. Ничего из этого не имеет значения. это все рассказ о том, что лучше или хуже. Но это же энергия. Энергия проявляется как политическая система голосования. Она принимает некоторую форму, но форма вроде как иллюзия, обман. Любая форма – это иллюзия, это пустота в форме, это всего лишь проявленность. То есть парламент – это вроде как пустая наполненность. Парламент – это пустота. Не имеет никакого значения. Но есть ли у этого цель? Выглядит так, что есть, однако совершенно бесполезно, пробленность. Если вы, возможно, заметили. Спасибо. 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 Тони, что если в конце этой лекции, этой встречи, я подойду к столу, возьму книгу? Так возьмите же, как вы посмели, и я скажу, нет никого чтобы заплатить, что вы скажете, кто-нибудь появится и стукнет вас, что угодно может случиться, мы лишь не позволим вам больше сюда входить, но при этом же возникает некоторая методологическая проблема в том, что вы говорите. Вы говорите гипотетически, вы не знаете, пойдете вы туда и сделаете ли это. Я не знаю, что случится, если вы сделаете это. Но наш Джон довольно мощный парень, он служил в армии. Я забираю обратно свой вопрос, мы его выбрали именно поэтому. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok